Глава Балак Бояр Богок Бен Ципер Увидел Балак Син Ципора И сказал, что Асо Исро Илло Эмери Все, что Израиль сделал к Эмори Эмори имеется в виду Сихон Царь Эмори, который был там В дороге, что евреи должны были пройти Они к нему обратились с просьбой Дать им пройти Сихон не согласился, а вышел с армии Против них И Израиль его разбил Они являлись преградой Для окружающих народов И они считались тем, который охраняет Чтобы не приходили туда другие народы Так он это увидел И Тора нам рассказывает про его действия и планы Точнее планы и действия Что он хотел сделать против евреев Моав сказал Моав И Моав сказал евреям Что они на Моав не нападали Но все-таки они чувствовали себя неуютно Когда евреи находятся там И им это чем-то мешало Вае имя Моав А языкный медиан Сказал Моав Старейшина медиана А то и лахаху акохол Сейчас будут лакать общество Все наше окружение Все наше окружение Килхэ хашэр Какакать бык из Яракасодэ Овощи поля Траву поля У волок бен ципер А волок сын ципора Мелах в мео бои сани Царю Миава в то время Раша говорит Как он стал царем Именно в то время Как говорят Тревожная Неспокойная Политическая ситуация Так Моав решил Назначить Выбрать над собой царя И Балак Сын ципора был царем Моава И они планируют Что делать против евреев Очень интересно Что Борьбу и войну Которую они Ведут против евреев Они ведут Как говорят Неконвенциональным оружием Вся глава этим занята Вся глава занята Отношением Войной и борьбой Балака и Билама Против еврейского народа Так Большинство главы Позвещено Попыткам Балака Уговорить Билама И что Билам Проклял еврейский народ И на это его нанимают А Проклятие Скажите Это Конвенциональное оружие Нет Когда Этот путь у них не получился В конце главы идет Другой путь Билам Предложил Дал совет Балаку Послать Против них Как говорят Спец батальоны Батальоны Дочерей Муава Чтобы Совратить евреев Он сказал ему так Бог Израиля Ненавидит Разврат Если Ты сумеешь Их Совратить То Бог на них Рассердится Их накажет И поэтому Послали Как говорят Спец батальоны Дочери Муава Интересно Что Эти Ни самолет, ни танков. А говоря языком того поколения, мечи тут не встречаются, руки и стрелы тоже нет. Ведут войну другими путями. Они прекрасно понимали, что основная сила в мире это духовная. И они идут воевать против евреев духовной силой. Мы увидим, как это шло. Ваишгах Малахим послал посланников в Белом Бембеорг, Белом Муслина Беорг Псейро, такое место Псор, Ашер Аганаор, который у реки Ефрат, Эрадзунеямо. Земля людей, сыновей его народа. То есть Балак был оттуда. Ликрыгай позвать его, позвать его. Мы тебе за твои услуги хорошо-хорошо заплатим. Гаймер говоря. Вот народ вышел из Египта. Он сидит напротив меня. То есть близко ко мне. Он действительно находился близко к Муабу. Пожалуйста, прокляни для меня этот народ. Он сильнее меня. Может, мы сможем его побить. Прогнать миноры с земли. То есть они, да, собирались воевать. Но первый ход это было, чтобы вы их прокляли. Киё даты. Потому что я знаю. Исашатворых, мэйвэйрох. Кого ты благословляешь, он благословлен. Вашатойр, юор. И кого ты проклинаешь, он проклят. Что значит, я знаю? Откуда он знает? В прошлой главе упоминается намеком о войне. И то, что намеком. Упоминаются поэтические формы о войне, которая была между Сихоном, царем Мури и Муавом. И как Сихон победил Муава и захватил большую территорию Муава. Так в той войне Сихон нанял Бюгама, чтобы он проклял Муава. Так я знаю, как говорят на своем горьком опыте, что кого ты проклинаешь, он проклят. И орудия гадания в их руках. Откровенно, я не представляю, что это были за орудия гадания. Рам вам говорит, что люди, которые гадали, держали какую-то пауку и что-то делали. Как говорят, орудия производства, орудия гадания. Войе выобилом пришли к Бюламу. Вай добро и гав, сказали ему, Деврей вагаг, слава вагаг. Вае мара гэм, он сказал им. Ли ину фэй хагайго. Пьяночуйте тут эту ночь. Ваши вей сэсхам довар. Я верну вам слово. Каша еда берады ной эгой. Как Бог скажет мне. Ваешву сары меёв им бигом. Вельможи Моава остались с Бюламом. Бюлам очень интересная, яркая и очень противоречивая личность. В нём сочетались глубокие противоречия. С одной стороны, Бог одарил его пророчеству. С другой стороны, у него, как мы увидим дальше, были очень плохие моральные качества. В Пирке, а вот в пятой главе мы читаем, у кого есть три этих качества, он из учеников Авраама, Авина. А три противоположных из учеников Бюлама. Какие качества были у Авраама? Айин тиво, добрый глаз, не завидуя другому, смотреть на все с добрым глазом. В руах на муха, не быть скромным, не гордым. В нефе швого, не гнаться за удовольствиями. Это ученики Авраама. Любопытно, что рабину Ейне, Герунди, в комментарии на это Мишно говорит, что в этих трех хороших качествах включаются все хорошие и добрые качества. А в эти три плохие качества включаются все плохие качества. Мы можем увидеть в дальнейшем все эти три качества у Бюлама. Это с одной стороны. Ну, в Гимаре написано про Бюлама, что он имел особые, близкие, милые отношения своей ослицей. Я думаю, вы понимаете. И с одной стороны. С другой стороны. Так у Бюлама были все эти три плохие качества. И, а с другой стороны, он был пророком. И, и высоко... Часть, часть из его качеств пророчества были очень, очень высоки. Есть Медраж. Написано в конце Торы. Гайком нови эйбе и сруэл кэмэйше. Не встало больше пророка. В Израиле как муше. Медраж говорит. В Израиле нет, а у других народов да. Кто это? Билам. Понятно, что не только в какой-то части он был похож на муше. В одной части. В других частях, конечно, нет. Но в чем-то он был подобный муше. А как могут сочетаться такие два противоречивых... Две части настолько противоречивые в одном человеке? А, это интересно, это вопрос. Но так было. И от этого мы можем много-много учиться. Я пока оставляю вопрос. И надеюсь, что мы в продолжении осветим этот вопрос шире. И, может быть, и ответ. Пришел Бог Билом. А ваимея сказал. Ми, кто это? Оночьи маилей мох. Эти люди с тобой. Ваиме билом эллоэлэхим. Скал Билом к Богу. Балок бен ципер. Мелах меё. В чалах илой. Балак сын ципора. Царь миав послал ко мне. Уже слышится высокомерие. Смотри, кто ко мне посылает. Вот народ, который вышел из Египта. Ваиха за сын орыц. Покрыл вид земли. А то теперь. Ваиха коболи эйси. Прокляни мне его. Ваихау, может, я могу у Иллохэмбэй. Воевать с ним. Вагирашты, прогнать его. Тоже интересно. Еще низость его поведения. Еврейский народ. Что-то сделал ему плохого. Он хочет уничтожить еврейский народ. Без того, что он сделал ему что-то хорошее. Что-то плохое. Это страшная низость человека. Уничтожить народ, который ему ничего плохого не сделал. Он сказал, что он сказал. На месте, не идя, не поклинай народа, киваруху, потому что он богословлял. Вайоком билом бабыгя, встал билом утром, вайеймирал сорый волок, сказал верможам волока, «Идите к вашей земле, кимиэйнад иной, потому что Бог не хочет, дать мне идти с вами». Идти с вами значит, с такими вельможами не столь важными Бог мне не позволяет идти. Это какой-то там министр транспорта, министр туризма, неважные вельможи. Бог мне не позволяет идти с вами. Вайокому сорый волок, встали вельможи малого, воевил Бог, пришли к бараку, а им рассказали. Они, что есть Бог, это не в их знании и понимании. Мы им билом арых и моно. Билом не хочет идти с нами. Ну, это уже барак пошел исправлять. Вайейцы, вейт Бонгок, добавил еще барак, шурый ахсорин, посылать вельмож, рабим, более многочисленные, в них бодим, более уважаемые. Мы имели чем эти. Раз вопрос, что посылают неважных вельмож, я пошел большее количество вельмож, более уважаемого положения. Вайовея обилома, я им ругай. Пришли к бараку и сказали ему. Ки-йомар болок бен Ципер. Так говорит болок сын Ципора. А уносим он на, не воздерживайся, мя-лых илой идти ко мне. Ки хабейда хабет хоме эйд. Уважить я тебя уважу очень. Что значит я тебя уважу очень? А? Как вы это понимаете, эту фразу? Очень просто. Я тебе очень хорошо заполучил. И все, что ты мне скажешь, я сделаю. Пожалуйста, иди прокляни мне, этот народ. Лаян Бюрам ответил. Ваима сказал и ровный волк, рабам барака. Если волк мне даст, полный дом его наполненный серебром и золотом, я не могу. Лавер нарушить. Эспи ад ино и лэой. Уста бога моего бога. Ласы сктано и к дыло. Сделать маленькое или небольшое. Слышите, чем он оперирует? Что у него занимает важнейшее место в жизни? Что? Дом, деньги. Дом барака наполненный серебром и золотом. И между прочим, как говорят, на широкую руку. Дом барака наполненный серебром и золотом. Признаюсь честно, я в доме барака не был. И размера его не могу вам сказать. Но я предполагаю, что раз он был царем, то его дом был довольно большим. То есть он гонится за деньгами, за деньгами. Это видно. То есть я бы, конечно, хотел это получить, но я не могу. И, как говорится, это язык, который с ним говорит. Дом, деньги. И большие деньги. Вот, а теперь. Останьтесь. Тут, в Гаматом. Тоже вы алоил эту ночь. Вейдо, я узнаю. Майо слесей водиной дабери ми. Что? Бог добавит, говорит со мной. Вейдо вея. Бог пришёл к Беламу ночью. Вейдо имел и сказал ему, Им ликры лихо боуа ножи им. Если позвать тебя пришли люди. То есть если ты думаешь, что тут что-то заработает. Кум рейх итом. Встань и иди с ними. Но я тебя предупреждаю, вы ах только, эсадовар то слово, а шадабэр и лэхо, что я тебе скажу, эсэйсас это делай. Тут естественно задается вопрос, что изменилось? Первый раз Бог ему не позволил идти, а во второй раз? Разрешил. Что изменилось? Интересно. Есть Гемораб Макот. И Гемораб Макот говорит нам интересные вещи, которые нас может много учить в жизни. Как Бог ведет человека и как Бог ведет мир. Гемораб Макот говорит так, Мина Тора, Мина Навиима, Мина Ктовим, истории из пророков, из Писания. По пути, что человек хочет идти, ведут его. То есть, когда он спросил у Бога первый раз, Бог ему сказал не идти. А второй раз, это значит, он просто так спросил. Это другими словами, как ребенку что-то запрещает. Он приходит, первый раз спросил, мама, можно эту игрушку? Нет. А он приходит второй раз, что это значит? Это значит, я эту игрушку очень хочу. Мама, можно? То есть, ответ Бога был, нет, не идти. А если ты очень хочешь, ну, это твой выбор. По пути, что человек идет, ведут его. Это очень важная линия в жизни, что каждый из нас может это много выучить. Но понятно, что знать, что человек хочет. Очень многие вещи человек заявляет, что он хочет. Вот есть парни, которые говорят, я хочу знать весь час. Но вы понимаете, не идет. Вопрос такой, а что ты сделал для осуществления этого? Сколько ты отдал труда, стараний, сколько ты отдал для этого? Это значит, что хочет. А если человек просто так говорит хочет, то, знаете, что? Это, как говорят, хорошие сны и хорошие фантазии. Хочешь, значит, сколько человек готов для этого отдать труда и стараний. Это значит, что хочешь. Вот давайте скажем простой пример из прошлой жизни. Еврей, который жил в Советском Союзе в 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы. Если спросить, можно ли там прожить жизнь, как евреи, и соблюдать шаббат, то правдивый ответ невозможно. Но второй ответ, кто очень хочет и будет очень стараться, так Бог ему поможет, и по пути, что человек идет, ведут его. Тут в Израиле многие спрашивают, могут ли молодые юноши после свадьбы продолжать учиться, как с семьей, с парносой, и как можно прожить. Практика говорит так, кто действительно серьезно хочет, Бог ему помогает и находится в пути. Бог есть свои расчеты, но общая линия. По пути, что человек идет, ведут его. Вопрос, насколько он хочет и насколько он старается. Кто хочет и старается, Бог ему помогает. Обычно. Вернемся к Биламу. Ответ Бога первый был, не иди, а второй. Второй это значит, ты очень хочешь, иди. Это геморрад. Все-таки я не могу не привести еще пшат на это противоречие. Комментарий Агро из Вильна зацел. На этот же вопрос. Вопрос вот такой. Первый раз Бог ему сказал, не иди. А второй раз, иди. Агро из Вильна подчеркивает тонкость разницы между им и имам, значит, с ними. А эс и там. Имам с ними и там с ними. А тонкость разницы, знаете, в чем? Имам, когда люди идут вместе с той же целью. А и там, это как попутчики, как несколько людей едут вместе на том же автобусе. Каждый по своим целям. Если вы обратите внимание, в первый раз Бог говорит ему, не иди с ними. Значит, с ними. С той же целью. Имам. А тут написано, если ты хочешь, кумрых и там. Как попутчик. Они идут, чтобы проклясть евреев. А ты попутчик, я не знаю, может быть, что-то заработает, деньги, почет. И ты хочешь идти и там, пожалуйста. Имам? Нет. С той же целью нет. Ваеком билом ба бейкер. Встал билом утром. Ваяхавейша со сыном. Запряг свою ослицу. Гемора подчеркивает, значит, он запряг. У него же были слуги. Но то, что человек очень-очень-очень хочет, он не смотрит на рамки почета. Он сам запряг. Ваек. Ваек пошел. Им сори мея. Вместе с вельможем и малого. Видите, как он пошел? Эс или им? Он пошел им. С той же целью. Сейчас иду по пути агро. Он пошел с ними. С той же целью. Ваихар афэгхим. Сгорелся гнев бога. Что он идет? Значит, он идет. Он идет своим желанием. С той же целью проклинать. Ваис яцей встал малах одиной. Ангел бога бадырых в дороге. Рысо тонгый. Чтобы быть помехой ему. Вуруй хейвал осеный. А он скачет на ослице. Ушны на ров ему. И два слуги с ним. Нарь значит человек, который обслуживает кого-то важного. Материо осень увидел ослице смола хадиной, ангела бога. Ницо бадырых стоит в дороге. Вахабы шлув объеды. Меч его обнажен в его руке. Видите, Билам увидел. И прошу прощения, Билам не видел, а ослице его увидел. Бывает, что бог дает возможность животным видеть и ощущать, а человеку нет. Он увидел. Ослица увидел ангела с мечом обнаженным. Ватый то осен минадерах. Ослица свернула с дороги. Ватыйла басоды. Пошла в поле. Ваях Биламесу осен. Ударил Билам ослицу. Логатесо от дорог. Повернуть ее к дороге. Ваях Мэйдмаха. Одинной. Встал ангел бога. Мемешил окромим. Узкие дороги виноградников. Виноградников. Годер мизе. Выйгодер мизе. Ограды отсюда и ограды отсюда. Матера осен. Увидел ослица с малах одинной. Ангела бога. Матера хейца лакир. Придавилась к стене. Ватилхац. Придавила. Эс регел Билом. Ногу Билом. Лакир к стене. Ваесе в лакесо. Он ее еще раз бил. Ваесе махах адиной авэр. Добавил ангел бога проходить. Ваямит. Он встал. Бэмок им цор. В узком месте. Ашер ин дэрэх линтэйс. Нет дороги свернуть. Йомин усмэл. Ни направо. Ни налево. Любопытно. Почему ангел? Этот ангел был ангел милости. Он хотел восстановить Билама. И его спасти. Но почему? Он именно встал в этих трех местах. И по-разному. В одном месте ослица смогла свернуть с дороги. Как говорится, просторно ей было куда свернуть. Во втором ослица прижалась к стене. А в третьем нет дороги, нет куда повернуть. Ни направо, ни налево. Что это значит? Медраж говорит об этом так. Что тут был намек. Биламу на отцов еврейского народа. У еврейского народа есть три отца. Авраам, Ицхак и Яков. То есть, если проклясть потомков Авраама, клятва имеет просторное место, куда повернуться. Это может пойти на потомков Ишмаила, на потомков сыновей Ктура. Здесь есть просторное место, куда шла бы клятва сошла, пошла, свернулась и не затронула потомков Якова. Не затронула еврейский народ. Теперь, во втором месте, это намек на Яцхака. Если проклинать потомков Яцхака, то нужно прижаться к стене. То есть, это может идти только на потомков Эдума. А в третьем месте, тут уже нет пути свернуть ни направо, ни налево. Если проклинать потомков Якова, они все полноценны. Нету, куда свернуть ни направо, ни налево. Ва-те-рео осень, увидел ослитцес малах аддиной, ангела бога, ва-те-рбац тахас билом, легла под биламом, ва-йихар ав билом, разгарел сегнев билама, ва-яхесо осень, он ударил ослитцес бамакил полки. Эвенеза подчеркивает, тут он ударил полки, а раньше, он раньше каким-то маленьким, маленьким палочкой или кусочком кожи, чем-то более мягким. Тут он ударил более больным ударом. Ва-йихтах аддиной ес-пи-хо осень. Бог раскрыл, устал с лицей, ва-те-мага вилом, скафта виломо. Мео оси силы хо. Что я тебе сделала? Ки-и-ки-сони, что ты меня ударил, зашел и шаголим уже три раза. Что я тебе сделала? Ха. Ослица его выговаривает. Ва-йима, и он с ней сейчас ведет разговор. Ва-йима биломо осень. Скал биломо ослица. Кисаролби, ты надо мной издевалась? Бил бы у меня меч в руке, ки-а-ту-арактых, я бы тебя убил. Батый мэра осень на биломо. Скал ослица к билому. А лео нехья осеньха, я ведь твоя ослица. А шараха в твою лай, ты скакал на мне мэйдхо, моменты, что ты был. А да ей мазет, до сего дня. А с кейни сканты, лас из-за хоккей, я привыкла тебе делать так. Ага, я привыкла тебе делать такие проблемы. Во-геймер, он сказал, лей, нет. Признался? А давайте поймем, что ослица ему сказала. Я привыкла тебе делать так или нет. О, не. Какое это имеет отношение к делу? Он же говорит, ты надо мной издевалась, ты останавливаешься, сворачиваешься, остановилась. Что это такое? А что она ему отвечает? Я привыкла тебе так делать. И ослица ему сказала вот что. Раз я всегда была хорошей, удобной ослицей, которая не делала тебе проблем, а в этот раз я создаю тебе проблему, ты должен был подумать, что может быть есть на это причина. Это не случайно. Если она всегда была, я всегда была бы такой, то это понятно, что ты делаешь. А я тебе же таких проблем никогда не делаю. Между прочим, этот аргумент ослиц, и нам надо помнить, что если человек, который всегда ведет себя к нам хорошо и приятно, и вдруг подойдет какие-то проблемы, то не торопиться его обвинять. Это аргумент, который нас учат ослиц, а слица белама. От всех можно получать уроки. Он сказал ему, ангел бога за что ты ударил ослицу вот три раза видите нельзя никому делать неприятные даже ослицы ангел выговаривает берама почему ты ударил твою ослицу уже три раза вот я вышел помехой торопился с дороги против меня меня увидел ослица видите ослица видела обила мне есть что бог так сделал что есть что животное видит а человек нет вот и трафон свернула от меня вот три раза ухай на соми пона если она не свернула от меня киато потому что сейчас я бы тебя убил весь уех есть а ее я бы оставил живых во ей мер билом алмалах один ой сказал билом ангелу бога хотоси я согрешил медраж говорит что билом был хитрым он понимал свое тяжелое положение но есть правило кто говорит я согрешил его бог не трогает он делает чего он был знал это что я не знал киато что ты ницов ли кроссе стоишь мне навстречу бадора в дороге бадо теперь им рабе и нехо если плохо в твоих глазах я вернусь интересно это тоже такое он говорит если плохо в твоих глазах они говорят плохо в глаза у бога бог же мне разрешил это если плохо в твоих глазах что я могу сделать я должен вернуться что я тебе скажу если сюда это ты будешь говорить во ей мер билом пошел билом иди с этими людьми слышите даже по комментарии агро тут уже написано им и и и тут определенно раз ты так упрямился иди что я тебе скажу если сюда это ты будешь говорить во ей мер билом пошел билом им ссор и волк мы можем варака то есть тем же намерением проклинать мы говорили особой личности белама который может много нас научить как могут ужиться удивительные и глубокие противоречия внутри одного человека с одной стороны мы знаем про него что он великий пророк который в чем-то сравнивает с мужа рабына от другой стороны у нее все низкие качества злой глаз гордость гонится за деньгами с удовольствием и хочет уничтожить целый народ который мы ничего плохого не сделаем как это может быть с одной стороны он знает глубины духовные глубины мироздания он знает кто любим у бога он знает от чего зависит будущее человека в в мире после смерти он знает величие еврейского народа и он хочет проклинать как это может вместе быть очень просто нет так противоречия есть знание человека а есть его желание человек может знать но к его сердцу к его желаниям это не имеет отношения и это не только пробелом это может быть со многими людьми то что человек знает не всегда приводит его в действие кто приводит действие есть он прикладывает это к сердцу он думает об этом а просто отвлеченные знания не влияет на человека я я видел кого-то который знал много еврести я предполагал по его вопросам обсуждением что наверно он соблюдает на каком-то серьезном каком-то уровне когда его увидел я понял что он вообще ничего не соблюдает я задал этому человеку этот вопрос вы понимаете такова моя судьба если есть люди которые которые так знают но это его судьба нет конечно нет это это самообман это знание осталось что осталось у него отвлеченным отрезанным оторванным от его действия от его желания то есть есть знание есть что человек делает жизни что человек хочет это это важный урок для каждого из нас самое главное не отвлеченные знания а что человек принадлежит к сердцу к тому что он хочет и собирается делать билан мы очень очень ярко нам это показывает а возможности таких глубоких противоречий да ваишма бала киво билан услышал балак что пришел билан ваи церекроссе вышел ему на свете аллирмей в город милава ашо агву арне который на границе арнона ашо бекциакву который в конце границы ваи ма бала калбилан ваи ма бала калбилан сказал бала калбилан я же к тебе послал ликрый лох позвать тебя почему ты ко мне не шел аумномлой ухал кабдехо я не смогу тебя уважать как вы думаете вае ма билан бала калбилан сказал билан бала калбилан и не воскликал я к тебе пришел а то теперь я могу что то говорить а дабора шо йосиме лхим бафи то слово что бог вложит в мои уста и сей адабер это я буду говорить как вы думаете действительно билан был таким цадыком что он так говорит так все что бог говорит это я буду говорить билан понимал что бог же говорит что то что я вложу тебе в стаице ты будешь говорить и он понимал что бог может ему помешать говорить то что он хочет и может его заставить говорить то что бог хочет Поэтому, как говорится, чтобы гарантировать то, что он говорит Балаку, чтобы его совершенно не выставили на посмешище, он заранее это говорит. То есть он понимает, что очень может быть, что он захочет проклинать, но ему Бог этого не даст. Балак пошел к Балаку с Балаком, и пришли в город, где были улицы. Зарезал Балак, Балак и мелкий скот, и шарах Балаку, послал Балаку с Балаком, который с ним. Балак был утром, а я икал Балак с Билом, взял Балак Билома, мою руку поднял Бом из Балак, место высоты, где был его идол Бал. Моя мешок в целом увидел оттуда край народа. На имя Билома Балак сказал Билом Балаку, в ней либо зе, построи мне здесь шиво мизбахе, семь жертвовников, вокен либо зе, приготовь мне здесь шиво форим и шиво элим. Семь быков и семь баранов. То есть на каждом жертвеннике по быку, бык и баран. Ваяц Балак сделал Балакошады бар Билом, как Билом говорил. Ваяц подняли Балаку Билом, вознесли Балаку Билом, порваял быка и барана бам из беяк на жертвеннике. В чем смысл и для чего было строить именно семь быков и на каждом возносить быка и барана? Для чего? Раша приводит. Знаете, для чего? В чем? Что Балак и Билом хотели? Хотели вырвать еврейский народ. Если вырывать, надо смотреть на корни. Откуда шли корни еврейского народа? Корни еврейского народа это наши отцы. Авраам, Ицхак и Яков. Авраам строил в четырех местах жертвенника. Ицхак строил в одном месте, а Яков в двух. Вместе четыре, плюс один, плюс два. Сколько это? Семь. И на жертвеннике, который он построил на горе Мурья, и принес там вместо Ицхака, он вознес там только барана. То есть Билам хотел сказать так, послушай, почему ты любишь отцов еврейского народа? Почему ты любишь еврейский народ? Из-за их отцов. А почему ты их любишь? Потому что они строили жертвенники и возносили жертвы. Сколько жертвенников они построили? Семь. Все вместе. Я тоже построю все. И этим я вырву, аннулирую. То есть я сделаю подобное, потому что они сделали. И Авраам там принес только барана. А я более щедрый. Я приношу и быка, и барана. То есть он хотел аннулировать особую связь Бога с еврейским народом, которая построена отцами еврейского народа. Скажите, Бог любил Авраама только из-за жертвы, именно из-за жертвы? Нет. Бог любил Авраама из-за его любовь и преданности его к Богу. Написано, почему Бог так любил Авраама. Мы говорим это в молитве. Ты Бог, как Бахар Тобе Авром. Бывал Авраам. Бывал Авраам. Бывал его. И что у него? Ум отсосуе с львови не эмон гефанеха. Ты нашел его сердце, сердце Авраама, верное перед тобой. То есть то, что Бог любил еврейский народ, и Бог любил Авраама из-за его верности сердца. А верность сердца? Как Бог нашел верность его сердца? Авраама проверили, как говорят, на крепкость. Его проверили на крепкость, и Авраам прошел десять испытаний, которые проявили полную верность его сердца Богу. Это причина, почему Бог так любит Авраама. А то, что Билан приносит жертвы. Так он приносит. Не это то, что вырвет и аннулирует особое отношение Бога к еврейскому народу. А в чем таки была сила Билана? Геморраг говорит нам, что сила Билана была. Он мог есть какие-то моменты, что Бог сердится на мир. И Билан умел схватывать эти моменты. А в эти моменты в небо Бога проклятие имеет сила. Билан умел ловить эти моменты. Это была его сила. То есть его было, что у него был плохой глаз. И он проклинал. И он умел ловить те моменты, что Бог сердится. Не могла говорить, что что Бог сделал. Что в то время, что Билан планировали против еврейского народа. Так Бог в это время вообще не сердился. Не было такого момента. И не было что словить. И он пошел сам. Билан пошел сам. В моей коре ли имел Билан. Встретился Бог Билану. В моей мере его сказал ему. Эй шибас ам мизбахэс. Семь жертвенников. Хэй это гэй аид я. Определенных. Какие? Не написано семь жертвенников. Семь этих жертвенников. Определенный. Определенный артикль. То, что я вам сказал. Что их отцы еврейского народа принесли перед Богом. Построили семь жертвенников. И там принесли жертву. Эй шибас ам мизбахэс оракты. Семь тех определенных жертвенников я приготовил. В ау я вознес. Порву айо. Быка и барана. Бам мизбах на жертвенники. В ау я сэм адиной доллар. Вложил Бог слово в эфил Вилам. В эста Билам. Во имя сказал. Шувэл болок. Вернись в балако. В эхей сэ дабер. И так говорит. Медраж говорит, что Билам, конечно, не хотел приходить и говорить те слова, что Бог ему послал говорить. Он же шел для других целей. Но Бог, как говорят, наподобие, как кому-то надели на мордник. То же самое у Билама. Он не был в своей власти. Говорит или не говорит. Магит из Дубны говорит на это красивое сравнение. О положении Билама в тот момент. Хотите послушать, с чем это она сравнивает? Была одна женщина. Очень нервная. И когда дети вели себя нехорошо, она на них сердилась и проклинала. И как известно, проклятие имеет силу. Они выполнялись. И она от этого очень переживала. Она пришла к Рабину. Что мне делать? Она говорит, знаешь что. Когда ты хочешь что-то сказать. Скажем, хочешь сказать, чтобы ты быстрее подох. Чтобы ты жил долгие годы. Наоборот. Так эта женщина, она кипела от гнева. Она говорит, что ты жил долгие годы. Представляете, как она себя ощущала. Так Билам ощущал, что он не может говорить, что он хочет. И вынужден говорить то, что Бог велел. Ваёжевайло вернулся к нему. Ваёжевайло вернулся к нему. Ваёжевайло вернулся к нему. Он стоит у своей жертвы. Малак. Он вихвал сары Меев. И все вельможи Муава. Два Исо Мешогай поднял свою притчу. Воемар сказал. О! Минаран! Цара Меи! Янхэйни меня ведет. Волок Мелых Меев. Волок царь Муава. Миаар ли кедем. Из гор востока. Иди прокляни для меня Якова, иди Серди Исроя на Исроя Что я могу Проклясть Что Бог не проклинает Что я могу Сердиться Когда Бог не сердится Багимария Это очень понятно Что я могу проклясть Что я могу сердиться Когда Бог не сердится Он мог только ловить момент Что Бог сердится Что я могу делать Что Бог не сердится Интересно Что я прокляну Что Бог не проклял Когда Яков сердился На Шимона и Леви Что он сказал Орур апам Чтобы у проклятых гнев Не их Их не проклинает Кого проклинает? Гнев Чтобы гнев не имел силу А теперь он говорит О корнях Еврейского народа Из вершин гор я его вижу Из гор это отцы еврейского народа А из хоум Мастеры еврейского народа Энам Вот народ Леводот Ишкин Сам находится Увагей им гаисхашов Сынародов не считается Он не будет уничтожен со всеми Он останется Есть очень интересное Понимание этих слов От мяци Возвожено Энам Этот народ Который имеет такое качество Когда он Леводот Он сам по себе Не смешивается С другими Ишкин Он Располагается Живет Существует Если он Вагеем Смешивается с народами Леводот Исхашов Не имеет важности Когда еврейский народ Живет сам по себе Он Проживает Худо Бедно ли Но он живет И существует И продолжает дальше А если Смешивается с народами Он Теряет свою важность То есть Это наибольшая опасность Для еврейского народа Смешиваться Другими народами Жить Отдельно Сам по себе Мимо Но Афар Яков Кто может Посчитать Землю Якова Умитство Пересчитать С Рива Исраил Четверть Израиля То Мес навши Что моя душа Умерла Мес Ешорим Смертью Прямых Я бы хотел Умереть И быть на том свете Вместе с прямыми С прямыми Из еврейского Народа Уси Ахриси Будет мой конец Кому Как Он Тут говорится О качестве Наших отцов О качестве Достойном Качестве Еврейского народа Это Яшан Что такое Яша Быть прямым Во всех вопросах Быть прямым Идти по прямой дороге Как вам нравится Прямота В кавычках Билама Жить он хочет Как последний Подлец А умереть он хочет Как Садык Скажите Это прямота Это Это прямота Жить как он хочет А получить Часть На будущем Мире Но Видите Он видит Тут большие глубины В его пророчества Большие глубины О еврейском народе О корнях Еврейского народа Об отцов И о том Что в будущем мире Настоящее место Будут занимать Только Именно еврейский народ И он хочет Умереть Как прямые люди Из еврейского народа И его конец Чтоб был Как он Во имя Бога Он сказал Что ты мне на делу Окей Я тебя взял Проклинать Моих врагов А ты Богославлять Богославляешь Ваян Вайемар Отвечу Сказал Что Бог Вкладывает Мои уста Я сохраняю Говорить Тут мы Останавливаемся В середине гроба Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому